Привет, друзья! Вы на канале TechnoWave. И сегодня мы вам расскажем, на что жалуются пользователи, купившие гарнитуры виртуальной реальности Apple Vision Pro. Инцидент, который произошел с космическим модулем Nova C под названием Odysseus. Представим вам полноприводный электромобиль из Китая и как он отряхивается от снега. Выход складного смартфона Libra Flip от ZTE всего за 259 долларов. И поделимся с вами новыми слухами о гарнитуре виртуальной реальности Vision Pro от Huawei. Все мы помним, как недавно компания Apple представила нам свои новые очки виртуальной реальности Apple Vision Pro. И вот прошло совсем немного времени, как на просторах интернета начала появляться информация о том, что пользователи стали обсуждать и жаловаться на проблему треснувших сёкол на шлемах Vision Pro. И это действительно вызывает вопросы. По всей видимости, это не случайные происшествия. Интересно, что после первых отчетов о проблеме количество случаев увеличилось, и за последние несколько дней появились новые жалобы от пользователей. Что особенно беспокоит, это стоимость ремонта таких трещин. которая оказывается довольно высокой. Да и сам шлем Vision Pro от Apple является довольно дорогим. И это еще не все. Ремонт таких трещин обходится в немалые суммы. А учитывая стоимость самого устройства, это становится еще более неприятной ситуацией. Замена переднего стекла устройства обойдется вам в 800 долларов. Однако, если вы приобретете план Apple Car Plus за 500 долларов, стоимость ремонта снизится до 300 долларов, что в итоге обойдется в те же 800. Как сообщается, Apple еще не высказалась по этому поводу. Неясно, что может быть причиной этой проблемы, и как она будет решаться. Пока остается только ждать официального заявления. Наземный модуль Nova C, названный Odysseus, о котором мы говорили в прошлом выпуске, опрокинулся. Космический аппарат не удержал равновесия при посадке. По данным Intuitive Machines, одна из ног аппарата уткнулась в лунную поверхность, заставив его перевернуться. Несмотря на инцидент, Odysseus остается в рабочем состоянии, и все его научные инструменты работают без сбоев. Единственная проблема – усиленная связь с Mission Control из-за измененной ориентации аппарата. Но ученые работают над усилением сигнала с помощью более мощных станций. Планируется, что Odysseus будет продолжать свою миссию до захода Солнца на Луне, что произойдет примерно через 10 дней. А теперь новости из Поднебесной, где китайский производитель автомобилей NIO показал, как будущий седан ИТ-9 будет справляться со снегом. Это полноприводный электромобиль, который производитель называет дорожным лайнером. Он оснащен силовой установкой с двумя электромоторами, мощностью 707 лошадиных сил. Электромобиль оснащен аккумуляторной батареей на 120 кВт в час. Кроме того, что эту батарею можно заряжать, ее еще можно менять. Но самое интересное, что благодаря интеллектуальной системе шасси с гидравлической подвеской, он способен отряхиваться от снега, как настоящий четвероногий друг. Однако эта функция эффективна только против пушистого снега, и она не справится с ледяной коркой или мокрым снегом. Также необходимо закрепить все предметы, которые остаются в автомобиле, иначе утренний кофе превратится в уборку салона. Тоймаж данного автомобиля начнется от 112 тысяч долларов, и поставки начнутся в следующем году. Сеть зарядных станций с напряжением 900 вольт позволит зарядить автомобиль всего за 5 минут. А теперь перейдем к компании ZTE, которая представила свой новый складной смартфон под названием Libero Flip и является доступной альтернативой Samsung Galaxy Z Flip 5. Этот гаджет оснащен гибким внутренним AMOLED дисплеем размером 6,9 дюймов и разрешением 2790 на 1188 пикселей. Libero Flip оснащен камерой на 50 мегапикселей, способной записывать видео в 4К, а также процессором Qualcomm Snapdragon 7Gen1 для быстрой и плавной работы. Незабываем о его большой батарее на 4310 микроампер в час, которая обеспечивает долгое время автономной работы. Этот смартфон уже доступен для предзаказа в Японии по специальной цене в 259 долларов, но его рекомендуемая розничная цена составляет 420 долларов. Заинтересованные покупатели смогут оценить все возможности этого устройства уже 29 февраля. Поговаривают, что Huawei готовится к запуску своей гарнитуры виртуальной реальности под названием Vision Pro. Слухи ходят о том, что это устройство станет настоящим конкурентом для продукции Apple и, что удивительно, будет легче и дешевле. Оказывается, Huawei ранее еще в 2019 году зарегистрировала торговую марку Vision Pro в Китае. Это говорит о том, что компания готовится к важному шагу в мире виртуальных технологий. Также у нас есть некоторые данные о технических характеристиках этой гарнитуры. Она будет работать на собственном процессоре Huawei, используя дисплей Sony Micro OLED 4K. Вес устройства обещает всего 350 грамм, что делает его легче конкурирующих аналогов. По слухам, новинка будет стоить около 2000 долларов, что на 1500 меньше, чем гарнитура от Apple. Это действительно ставит Huawei в интересное положение на рынке виртуальной реальности. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел наше видео до конца и поставил лайк. Это помогает нам развиваться и делать еще больше видео для вас. До скорой встречи. Увидимся в следующем видео.